Девушки отдыхают Гробница была цела, содержала удивительную коллекцию сокровищ, в том числе каменный саркофаг. В саркофаге находились три золотых гроба, вложенных друг в друга. Внутри последнего была мумия юноши фараона Тутанхамона. Лорд Карнарвон умер через год, смерть внезапно настигла в апреле 1923 года. Девушки отдыхают Девушки отдыхают С 1913 года сокровище хранится в Берлине. Золото Скончался он в 348 году до Рождества Христова. Так что отпущенному мудрецу судьбой было примерно 80 лет, которые, к слову, пришлись между 88 и 108 Олимпиадами. На самом деле легендарного мыслителя звали Аристокол, а прозвищем Платон в переводе «полный широкоплечий» нарек его его учитель Сократ за невиданную мощь и высоту лба. Платон даже при жизни был столь популярен, что его рукописи давали изучать за деньги. Самое известное из его 36 философских сочинений – «Рес Публика». Это своеобразное рассуждение о том, каким должно быть идеальное общество. Впрочем, автор признавал, что такое общество почти недостижимо в силу безнадежной испорченности людей. Любопытная деталь. Увлекшись философией, Аристокол уничтожил все свои литературные работы. Так он во всяком случае полагал. Однако до наших дней дошли 25 стихотворных миниатюр-эпиграм, дающих возможность оценить поэтический талант этого мудреца и его отменное чувство юмора. В древней Греции Сократ обладал великой мудростью. Однажды кто-то пришел найти великого философа и сказал ему – «Знаете, что я только что услышал о вашем друге?» Минутку ответил Сократ. «Прежде чем вы мне скажете, я хочу испытать вам тресита». «Три сита?» «Да», – продолжил Сократ. «Прежде всего, чем рассказать об окружающих, хорошо потратить время, чтобы отфильтровать, что имеешь в виду. Я называю это испытанием трех сит». «Первое сито – это истина. Вы проверяли, правда ли то, что вы собираетесь мне рассказать?» «Нет, я только что это услышал». «Очень хорошо. Значит, вы не знаете, правда ли это. Продолжаем вторым ситом доброты». «Что вы хотите сказать о моем друге? Это хорошо?» «Нет, наоборот». «Так, спросив Сократа, хочешь рассказать мне о нем плохое, даже не уверен, что это правда?» «Может еще пройти испытание третьего сита, называемое «утилити». Полезно ли то, что я узнаю, что вы собираетесь рассказать мне об этом друге?» «Нет, правда. И так заключил Сократ, то, что ты собирался мне сказать, не является правдой, ни хорошим, ни полезным. Зачем ты тогда хотел мне это рассказать?» «Сплетни – плохая вещь. Вначале это может показаться приятным и веселым, но в конце оно наполняет наше сердце горечью и отравляет нас тоже. Папа Франциск». «Не смотри, что иной выше всех по уму, а смотри, верен слову ли он своему. Если он своих слов не бросает на ветер, нет цены, как ты сам понимаешь, ему». «Восемьсот девяносто один год назад, 4 декабря 1131 года, не стало Амара Хайяма, персидско-таджитского поэта и философа-математика и астронома. Современники обращались к нему величайший из мудрых, мудрейший из великих. Уже в возрасте 8 лет Амара знал Коран по памяти, занимался изучением математики, астрономии и философии. Это он построил в алгебре классификацию кубических уравнений и дал их решение с помощью конических сечений. А в Иране Амар Хайям известен созданием более точного по сравнению с европейским календаря, который официально используется с 11 века. Но прежде всего Амар Хайям остался в веках благодаря своим рубаям, мудрым, полным юмору, лукавству и дерзости, четверостишьям. 21 ноября 1953 года была разоблачена крупнейшая в антропологии мистификация. Оказалось, что обнаруженные в 1912 году в Англии, близ деревни, пилдаун, окаменелые фрагменты черепа, это вовсе не промежуточное звено между обезьяной и человеком, а фальшивка, собранная из костей человека и орангутана. Но самое интересное в этой истории, то, что автором подделки запросто мог быть сэр Артур Конан Дойля, литературный отец Шарлока Холмса. Само открытие принадлежало археологу Чарльзу Доусону, который в феврале 1912 года откопал в гравийном карьере пилдауне частицы черепа человекообразного существа. Сотрудник Британского музея археолог Артур Смит Вудворд подтвердил достоверность находки и осуществил реконструкцию черепной коробки. Новый вид доселе неизвестного предка человека нарекли энтропус дафсони – человек расцвета Доусона. Полдаунские артефакты стали известны всему ученому миру. Открытие Доусона вошло в учебники антропологии, как наиболее важное в истории этой науки определило представление об эволюции человека на целых 40 лет. Но в 1953 году находку британцев подвергли вторичному исследованию, и тут выяснилось, что зубы в этой странной нижней челюсти были сточены напильником и принадлежала на арангутану. Дальнейшие тесты показали, что остальные фрагменты черепа из пилдауна не такие уж старые, им около 600 лет, но для имитации древней окраски они были пропитаны бахроматом калия. Первыми подозреваемыми по делу оказались три ученых сам – Чарльз Доусон, реконструктор черепа Вудворд, а также помогавший им Пьер Теяр де Шарден. После того, как их вину не доказали, круг подозреваемых расширился, и в него попал писатель Артур Конан Дой, который, как и Доусон, был страстным любителем древностей, но с последним состоял в натянутых отношениях. Сэр Артур жил близко пилдауна и, по словам очевидцев, выказывал неподдельный интерес к раскопкам. К тому же Дойл был доктором медицины, так что вполне мог провести аферу с подбрасыванием нужных фрагментов костей. И главное, писатель оставил четко считывающиеся намеки на эту штуку в своем романе «Затерянный мир». В нем один из героев заявляет «Если вы умны и хорошо знаете свое дело, то можете подделать кость такой же легкостью, как подделать фотографию». Тот факт, что роман был опубликован в то самое время, когда были найдены останки человека из пилдауна, уже не кажется простым совпадением. Глупец глупцу всегда внушает восхищение. 1 декабря 1887 года в британском рождественском ежегоднике был опубликован захватывающий детективный роман «Этюд в багровых тонах» с подзаголовком «Из воспоминаний доктора Джона Уатсона» – отставного офицера военно-медицинской службы. Читающая публика впервые узнала имя своего нового кумира, мистер Шерлок Холмс, великий сыщик-гений дедуктивного мышления, вскоре стал знаменит. И автор романа – 28-летний писатель Артур Конан Дойль. Лондонский частный сыщик с Беккер-стрит очень скоро стал восприниматься по правилам игры не столько художественным, сколько жизненным. Сам писатель, как это часто бывает, от восторга своих почитателей морщился и относился к книгам о Шерлоке Холмсе как к легкому чтиву, которому далеко до его Конан Дойля исторических романов. Публика же протестовала против авторских попыток покончить с этим корифеем дедуктивного метода. Приходилось продолжать, причем, говорят, в дело оживления Шерлока Холмса вмешались даже представители Королевского двора. Он еще не знал, что скоро его герои заставят произносить чужой текст. Известная всем фраза «Элементарно, Ватсон» не встречается у Дойла, ее придумали автора радиопьеса Холмсе в 1930-е годы. Невежды мстят ученым, мир таков. 25 ноября 1562 года родился Лопе де Вега, испанский драматург, написавший около двух тысяч пьес. Ему были подвластны все жанры комедия, собаконосение, трагедия, наказание, немщение, трагикомедия, овечий источник, фуэнто-авихуна. Неоценима для русского театра постановка 1876 года «Овечьего источника», где Мария Ермолова сыграла крестьянку, зовущая на борьбу с тираном. «Тогда в овечьем источнике она, растоптанная, к восстанию призывает, мы уже не ревем, стонем, навзрыд воем, да плачут люди, да друг друга понимают», говорили зрители. Вскоре пьесу запретили. Мало ли чем призывы к борьбе с тираном могли закончиться в России, где нарастало недовольство государям. Спустя два года террористы совершают расправу над Александром II, но, разумеется, не из-за овечьего источника. Все наши сетывания по поводу того, чего мы лишены, проистекают от недостатка благодарности за то, что мы имеем. 3 декабря 1713 года шотландский моряк Александр Селькирк, попавший на необитаемый Тихоокеанский остров Масатьера, где провел в полном одиночестве 4,5 года, рассказал историю своих приключений одному репортеру одной из газет. Эту заметку прочитал писатель Даниэль Дефо, после чего решил взять ее за основу своего нового романа о Робинзоне Крузо. Однако Дефо привнес в историю немало вымысла. Прототип литературного героя оказался на острове не в результате кораблекрушения, а из-за своего скверного характера. Его ссадили на остров из-за ссоры с капитаном, причем капитаном пиратской галеры под названием Санк-Порт. Кстати, когда Александр терзался одиночеством, его корабль потерпел крушение, вся команда погибла. Так что высадка Селькирка на берег, как ни странно, спасла ему жизнь. Оказавшись один с дикой природой, он начал воссоздавать вокруг себя. Сам создал календарь, одежду и так далее. Моряк построил себе хижину из бревен, листьев научился добывать огонь и даже сумел приручить диких коз. Питался он мясом в морских черепах, рыбой, фруктами, шил одежду из козьих шкур. При этом, в отличие от Робинзона, у Селькирка не было пятницы. Зато литературный герой провел на острове целых 28 лет. Кстати, в 1966 году чилийские власти остров Масатьяра переименовали в остров Робинзона-Крузо. 110 лет назад, 14 декабря 1911 года, экспедиция норвежского исследователя Рауля Амундсена на собачьих упряжках достигла южного полюса Земли и подняла там национальный флаг. «Невероятно плоская равнина» – таковы были первые слова по достижении цели. В палатке Амундсена ставил письмо норвежскому королю с кратким отчетом о походе на случай печального исхода и лаконичное послание своему сопернику, англичанину Роберту Скотту, который выступил в путь на две недели позже. Пройдя в оба конца 2800 километров после 99-суточного ледового похода, экспедиция Амундсена благополучно вернулась в Китовую бухту. А вот Роберту Скотту и его четырем товарищам не повезло, все они погибли на обратном пути от истощения и холода. «Я пожертвовал бы славой решительно всем, чтобы вернуть его к жизни», – сокрушался впоследствии Амундсен. «Мой триумф омрачен мыслью о его трагедии. Она преследует меня. Он вернулся на родину национальным героем, а в честь погибших англичан будет воздвигнут крест с именами и надписью «Бороться, искать, найти и не сдаваться». Это последняя строка стихотворения Уиллс Альфреда Лорда Теннисона. Смерть скроет все, но до конца успеем мы подвиг благородный совершить, людей с богами, бившихся достойный. На скалах понемногу меркнет облеск, день уходит, медлительно ползет луна, многоголосые глубины стонут, в путь, друзья, еще не поздно новый мир искать. Садитесь и отталкивайтесь смело от волн бушующих, цель на закат, далее туда, где тонут звезды, на западе, покуда не умру. Быть может, нас течение утопит, быть может, доплывем до островов счастливых, где вновь встретим Ахиллеса. Уходит многое, но многое прибудет. Хоть нет у нас той силы, что играло в былые дни небом и землей, собою остались мы, сердца героев, истощены годами и судьбой. Но воля непреклонно нас зовет бороться и искать. Найти и не сдаваться. Сказывали, что скоро начнется Вторая мировая война. А смотря на мир сегодня, чувствуете ли вы вероятность Третьей мировой войны? Я не вижу явных признаков этого. Но существует столько признаков, что никто не скажет, как на самом деле. Отдельное ли это дерево, или же это лес? Очень сложно сказать, потому что сны людей содержат образы опасности. Но очень трудно сказать, указывает ли это на войну. только потому, что эта идея в основном находится в умах людей. Раньше было определить проще, потому что люди не думали о войне. И тогда было понятнее, что означают сны. Сегодня уже все не так. Мы настолько переполнены опасениями, страхами, что невозможно доподлинно сказать, на что они указывают. В одном можно быть уверенными. Великое изменение психологического подхода неизбежно. Ад – это мы. Отец Юнга отличался предметным мышлением. Однажды он остановил на улице юного Карла и спросил, «Знаешь ли ты, как дьявол мучает грешников в аду? Он заставляет их ждать». Ждем. Согласно Юнгу, самый тягчайший грех – нежелание достигнуть сознания, хотя такая возможность есть. Именно поэтому Юнг говорит, что с точки зрения психологии одной из самых злых губительных сил являются нереализованные творческие способности. Если кто-то обладает творческим даром и вследствие своей лени или какой-либо другой причине его не используют, эта психическая энергия превращается в настоящий яд. Это определенно. Почему? Потому что мы больше нуждаемся в психологии. Мы больше нуждаемся в понимании человеческой природы, потому что единственная реальная существующая опасность – это сам человек. Он – великая опасность. А мы, к сожалению, этого не осознаем. Мы ничего не знаем о человеке. Ничтожно мало. Психика человека должна изучаться, потому что мы – это источник всего возможного грядущего зла. Это жизнь, путь, долго искомый путь к безмерному, что мы зовем божественным. Нет другого пути, все другие пути ложные. Я нашел верный путь, он привел меня к тебе, к моей душе. Я возвращаюсь в закаленный, очищенный. Ты все еще помнишь меня, как долго длилась разлука, как все изменилось. И как я нашел тебя, каким странным было мое путешествие, какими словами описать запутанные дороги, которыми добрая звезда вела меня к тебе. Дай мне руку, моя почти забытая душа, как тепла радость от новой встречи с тобой. Долго, непризнанная душа. Жизнь привела меня назад к тебе. Поблагодарим жизнь, которую я жил, за все счастливые и грустные часы, за каждую радость, за каждую печаль. Душа моя, путешествие мое будет продолжаться с тобой. Я буду странствовать с тобой и взойду к моему одиночеству. Карл Густав Юнг, Красная книга. Знаете, ведь человек не может всегда оставаться незамеченным. Когда-нибудь должна возникнуть реакция. И я вижу, что она уже поднимается. Взять пример у моих пациентов. Все они ищут свое собственное существование, чтобы быть уверенными, что их существование противостоит подобной атомизации до небытия или бессмысленности. Человек не может мириться с бессмысленной жизнью. 24 ноября 1762 года английский историк Эдуард Гиббон написал в своем дневнике «Двадцать или тридцать первых людей королевства сидят за столами и у всех в руках куски хлеба с мясом, так называемые сэндвичи». Это первое письменное упоминание о родоначальнике современного фастфуда, который придумал и ввел моду Джон Монтегю, четвертый граф сэндвич. Главной страстью этого британского дворянина были карты. В 1750-х годах финансовые дела Игромана Сэндвича были столь расшатаны, что король Георг II отправил его послом в Испанию, чтобы избавить от кредиторов. Вернувшись в 1762 году в Лондон, сэр Джон тут же бросился к карточному столу, за которым провел сутки напролет. Сэндвич решил подкрепиться, не отрываясь от Игоря, велел слуге подать холодное мясо в обложке из двух ломтиков хлеба. Через несколько дней весь Лондон жевал новый вид бутерброда. Кстати, эта разновидность фастфуда вполне могла называться иначе. Когда в 1660 году Эдварду Монтегю пожаловали графский титул, у него была возможность выбирать между сэндвичем и портсмутом. Так что современные клерки забивали бы себе желудки не сэндвичами, а портсмутами. Интересно, есть ли сегодня это блюдо. 11 граф сэндвич, тоже к слову Джон Монтегю. Гуманизм, господа, бизнес-миллионеров, с моими же капиталами устраивают мировой порядок. Мир сделал из меня публичную девку, теперь я сделаю из него публичный дом. Нет денег, расплачивайтесь другим способом, если хотите уцелеть. Честен тот, кто платит, а я плачу, хотите достатка, я дам вам его в обмен на мертвеца. 14 декабря 1990 года не стало швейцарского писателя Фридриха Дюренмата, одного из крупнейших литераторов послевоенной Европы, завещавшего свои произведения государству. Потеря духовных корней, трагическое бессилие человека, противостоящего хаотичному и жестокому миру, вот основная тема произведений этого выдающегося драматурга-гуманиста. Он считал, что время трагедии прошло, и что комедия осталась единственной актуальной сценической формой, способной отразить трагизм современной жизни. Дюренмат приобрел славу одного из самых великих мастеров парадокса, черного юмора, отточенного стиля повествования. Творческое наследие Дюренмата весьма объемно. Он автор 23 пьес, многочисленных романов, новеллы, рассказов, а также радиопьес и эссе. Темы предательства, вины, наказания, свободы и справедливости легли в основу самой известной пьесы писателя «Визит старой дамы». Не забывайте, Клара Цаханасьян может появиться и в вашем городе. 17 ноября 2018 года в столице княжества Лихтенштейн в Адуце скончался барон Эдуард фон Фальцфейн. Утром на вилле барона произошел пожар. Прибывшие на место пожарные обнаружили Эдуарда без признаков жизни. За два месяца до смерти ему исполнилось 106 лет. Его жизнь целая эпоха. Он родился в селе Гавриловка Херсонской губернии в семье богатейших землевладельцев Фальтфейнов, немцев, приехавших при Екатерине. Он также из рода Японченых, давшего трех адмиралов. Его младенца нянчил Николай II. В 1917 году, потеряв капитал, семья покинула Россию. После ранней смерти отца из Китании они остановились в Ницце. В 1932 году 20-летний барон стал чемпионом Парижа по велоспорту. В 1936 году Эдуард работал журналистом на Гитлеровской олимпиаде в Берлине. Янтарная комната была восстановлена на деньги барона и подарена Санкт-Петербургу. Это он открыл музей Суворова в швейцарском Гаруси и Екатериной II в Германии. И в возрасте далеко за 70 лично водил экскурсии по Суворовским горным перевалам. В Женеве, в Бальцана он разыскал могилы дочерей Достоевского и оплатил на десятилетие вперед уход за ними и инициировал возвращение в Россию архива Соколова «Дело об убийстве царской семьи». Он организовал перенос на родину праха Федора Шаляпина. Он подарил России библиотеку Дегелева-Лефаря. Олимпиада 1980 года состоялась в Москве во многом благодаря барону Фальцфейну, входившему в Международный Олимпийский комитет. Эдуард Александрович живой символ княжества Лихтенштейна и навсегда ушедший для России эпохи. Он живое доказательство того, что родину можно любить даже на расстоянии, даже если она вас отринула. Хочешь мира, готовь его, не щадя своих сил каждый день твоей жизни, каждый час твоих дней. Автор этих слов, австрийский писатель Стефан Цвейк, родился 28 ноября 1881 года. Его назовут документалистом страстей человеческих. В 1928 году Цвейк посетил СССР, где издали его «Двадцати томник». Однако писатель скептически относился к идее диктатуры пролетариата, как и к любому роду диктатур. Словно заранее готовясь к смерти, Цвейк торопился написать свой вчерашний мир. Реквием по цивилизации, который он так любил. Когда стало ясно, что национал-социализм поглотит Австрию, старый европеец покинул родину, укрывшись от мировой катастрофы, в бразильском городке Петрополис. Цвейк вместе с женой 23 февраля 1942 года покончил жизнь самоубийством, завещая остальным дождаться рассвета. «Счастье» — это термин, который объясняет сам себя. Возможно, это народная темология, но «счастье» — это от слова «сейчас». Что это значит? Вот рисунок из журнала, три картинки рядом. Человек сидит за компьютером и думает о гольфе. Человек играет в гольф и думает о сексе. Человек занимается сексом и думает о компьютере. Замкнутый круг. Так вот, счастье — это когда ты целиком в «сейчас», а не где-то еще. Если отбросить физическую боль, все наши страдания сфабрикованы умом из мыслей о прошлом и будущем. Но нам всегда будет достаточно материала, чтобы сделать нас несчастными, потому что в будущем смерть, а в прошлом — все, что сделало ее неизбежной. Несчастье — несейчасье. Это состояние ума, констатирующего, что жизнь не удалась и вряд ли удастся завтра. Если забыть про это, оказаться там, где ты есть, и, как выразился Набоков, узнать свой сегодняшний миг, это и есть счастье, которое практически всегда доступно. Что смерть является неотъемлемой частью жизни. Но как же смерть может быть таковой, если это конец? Да, только в том случае, если смерть — это конец. Но на этот счет мы не можем быть уверенными, потому что существуют такие психические явления, которые не ограничиваются пространством и временем. У вас могут быть сны или видения будущего и подобные вещи. Только невежество способно отрицать эти факты. Вполне очевидно, существование таких явлений, они существовали всегда. Эти факты показывают, что психика, хотя бы частично, не зависит от подобных ограничений. А что тогда? Если психика не обязана существовать, ограниченной пространством и временем, и очевидно, что так и есть, отсюда вытекает, что психика не подчиняется физическим законам. И это практически означает продолжение жизни, своего рода психическое существование за пределами пространства и времени. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров Н.А.Семкин Корректор А.Егорова